Кремль показал Пашиняну красную карточку. Армянские СМИ поставили своему премьер-министру точный диагноз – допрыгался. Официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Российскую Федерацию отменен. Визит, который был запланирован на апрель с инициативы Кремля, перенесен на неопределенное время. Об этом сообщают армянские СМИ и в кулуарах добавляют еще одно слово для обозначения геополитической ситуации с премьер-министром Армении – допрыгался. Все попытки армянской стороны реализовать запланированный на апрель визит встретили холодный и жесткий отказ. Этим президент РФ Владимир Путин дал свою негативную оценку возбужденному по явно политическим мотивам уголовному делу против второго президента Армении Роберта Кочаряна, а также нежеланию властей Армении менять даже меру пресечения в его отношении. И это в условиях, когда президент РФ неоднократно, прямо и косвенно демонстрировал свое отношение к Кочаряну, отмечают армянские СМИ. По словам информированного собеседника издания в Кремле, российская сторона считает процесс в отношении второго президента Армении политическим, что Москва не раз доводила свою позицию до армянских властей. Собеседник отметил, что если в ближайшем будущем ситуация вокруг Роберта Кочаряна не будет урегулирована в правовой плоскости, то его арест может превратиться в один из наиболее актуальных вопросов в двухсторонних российско-армянских отношениях. Кстати, примечательно, что после решения о подмене визита Пашинянов, прокремлевская газета «Коммерсант» опубликовала статью с весьма горящим заголовком и содержанием, в котором отмечается, что краеугольной в нынешних армяно-российских отношениях является тема Кочаряна. Там говорится, что для Путина не секрет, эта тема является чувствительной, как в плане человеческих, дружеских отношений, так и в политическом и геополитическом плане. Пашиняну об этом известно, но он по каким-то причинам не идет навстречу призывам российской стороны. Фактически, получается, что Пашинян ставит свои личные притязания и узкополитические интересы, как и желание угодить другим геополитическим центрам превыше армяно-российских стратегических отношений. И это все на фоне обостряющихся в регионе событий, отмечают армянские СМИ. Впрочем, и не только армяно-российские отношения, но и положение собственного народа, которое чрезвычайно зависит от финансовой помощи России, как от диаспор, так и непосредственно от кредитов. Постоянная зацикленность на проектах своего величества, где главной целью атаки выступает тот, кто либо, чем либо и когда-либо обидел Пашиняна, превращает Армению в отдельное княжество без законов и прав, где властвует и живет злобный и помешанный на себе царек. И рефлексы провинциала, сидя на саммите в ЕС, в Ереване и окруженный политической элитой СНГ, он ощущал себя на небесах и думал, что так будет продолжаться вечно. Но, увы, Кесарю Кесарева, иначе не бывает, а политические проходимцы, как демонстрирует история, заканчивают свою карьеру весьма банально и одинаково. Дорогие друзья и патриоты Азербайджана, не забывайте ставить лайк видеоролику и подписываемся на канал. Всем удачи и хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok